Здравствуйте! Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря Игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас! Здравствуйте! Огромное вам спасибо за приглашение, очень рады с вами видеться. Мы с вами встретились накануне одного из самых светлых и радостных праздников – это Рождество Христово. Скажите, что для вас означает этот праздник и как наша Никольская обитель будет встречать Рождество? В церковном календаре очень много событий, связанных с евангельскими историями. И вот, конечно, рождение Мессии, Рождество Господа и Спасителя нашего – это, наверное, начало вообще дела спасения человеческого рода, потому что Христос, который приходит в этот мир, Он приходит с определенной задачей, открывает нам сведения о Своем Отце. И, конечно же, Господь рождается для того, чтобы примирить человека с Богом, для того, чтобы преодолеть вот это вот разделение между небом и землей. Бог становится человеком. Это самый главный девиз праздника Рождества Христова. Поэтому для меня, как для христианина, как для верующего человека, конечно же, рождение Христа – это всегда светлый день, это всегда радостный праздник, потому что ты в этот день не чувствуешь себя одиноким. И, в принципе, на протяжении всего года мы ждем это событие, мы ждем этой рождественской сказки. И, конечно, наш монастырь, как и все прочие приходы, обязательно мы готовимся, мы украшаем нашу территорию, будет традиционной и наши верующие, и гости, которые посетят обитель, всегда любят фотографироваться, будет сооружен такой вертеп, то есть картинка рождения Христа, украшенная гирляндами, елками. Поэтому, конечно, мы очень-очень готовимся к этому событию. Но и самое главное – это те богослужения, которые мы будем проводить. 6-го числа утром в 8 часов совершаются рождественские часы, богослужения, так сказать, день рождественский сочельник. Сама служба будет проходить ночью с 6 на 7 в 23 часа. Мы совершаем утреннюю божественную литургию. А в сам день рождения Христа, 7 января, тот, кто не сможет ночью прийти на службу, смогут прийти 7-го в 10 часов. У нас также в 10 часов утра будет совершаться божественная литургия. И поэтому я, конечно, пользуюсь возможностью, хотел бы пригласить наших прихожан, наших друзей, посетить наш монастырь. И хочу сказать, что вот благодаря тому, что мы имеем у себя много друзей, вот к нам приезжают гости традиционно. Рождество встречает в монастыре наши друзья из Петербурга, из Ленинградской области. Поэтому мы все, игумен, братья, ждем наших гостей и надеемся, что праздник пройдет, как всегда, в душевной и домашней атмосфере. А вы сами верите в рождественское чудо? Ну, а вся наша жизнь – это чудо. Я всегда вот говорю, особенно в последнее время, когда мы переживаем сегодня сложные, непростые времена, когда действительно жизнь, она, можно сказать, держится на ниточке, на волоске. Никто не застрахован от каких-то тяжких последствий, болезни, которые сегодня у нас есть. Поэтому, конечно, жизнь – это, сама жизнь – это чудо, которое мы должны очень-очень беречь. Мы всегда относимся друг к другу бережливо, мы всегда просим беречь здоровье близких своих. Поэтому рождественское чудо – это и есть возможность человеку быть человеком, с большой буквы, быть любимым творением Божьим. Потому что Бог приходит в этот мир, и, как говорится в Священном Писании, что настолько Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, конечно, это очень радостное событие. И с какими надеждами мы входим в рождественскую ночь? Что нам, наверное, станет немножко получше жить, что где-то проблемы постепенно будут разрешаться, домашний мир будет. То есть с хорошими благопожеланиями обращаемся, наверное, и к самим себе, и к близким, к нашим. Поэтому всегда говорю, что в День Рождества Христова обязательно надо позвонить своим знакомым, поздравить с праздником, поделиться радостью с далекими, с близкими, с кем, может быть, давно не общались и прочее, прочее. То есть дела милосердия, дела добра, как в 7 января, так и в разные дни они должны присутствовать. Дорогие братья и сестры, прихожане, паломники, разрешите от имени братьев Староладожского Никольского мужского монастыря поздравить вас с наступившим новолетием, а также с наступающим светлым праздником Рождества Господа, Бога и Спасителя нашего. Мы все очень ждем этот день, потому что он знаменателен в истории человечества. Когда Бог стал человеком, когда Господь пришел, чтобы спасти каждого, кто обращается к Нему с открытым сердцем. Хотел бы вас пригласить на торжественные богослужения, которые будут совершаться в нашей обители по случаю светлого Рождества Христова. Мы хотим, чтобы дни, проведенные в нашей обители, запомнились вам, чтобы они вам принесли вдохновение, чтобы они принесли вам мужество и терпение нести наши жизненные кресты и идти, исполняя заповеди Божии, которому каждый из нас призван. Со светлым Христовым Рождеством вас я поздравляю. Отец Филарет, пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. А я напомню, что благодаря телеканалу «Союз» нас смотрит огромная аудитория, и вопросы нам присылают со всех уголков России и даже из-за рубежа. Елена из города Артемовск Донецкой области пишет, как раз в продолжении темы по поводу Рождества. «Я убеждена, что сейчас вовсю пытаются вести пропаганду против православия и в средствах массовой информации, и где только можно. Идет противостояние между добром и слом. Уже дошло до того, что в Европе запретили слово «Рождество», заменив его на слово «праздник». Отец Филарет, скажите, что происходит и к чему это может привести?» Самое страшное, что сегодня мы видим, как размываются грани. Грани между добром и злом. Грани между допустимостью и нетерпимостью. Мы видим, как размываются и обесцениваются те нормы, которые, в принципе, и делают наше общество жизнеспособными. Когда семейные ценности неинтересны, когда дети, рождение детей не является смыслом пребывания вообще существования семьи. То есть мы видим огромное количество искажений, которые, к сожалению, происходят сегодня в ряде европейских государств. Государств, которые когда-то были очень религиозны, а сегодня религия, она оказывается там на обочине жизни. Это что-то такое частное, которое не должно вмешиваться в обыденность жизни. Но вы понимаете, если руководители власти той или иной страны, области, города придерживаются такого девиза, я бы сказал, когда религия на обочине жизни, когда вера не нужна, то у таких людей вряд ли будет отношение бережливое к своим подчиненным, к своим горожанам, к своим гражданам. То есть в любом случае очень важно понимать, кто стоит у власти. Если у власти стоит порядочный, верующий человек, у которого есть определенные нормы, по которым он сверяет свою жизнь, тогда жизнь, наша жизнь, она будет совершенно иной. Поэтому что происходит? Происходит обмиршление, происходит вот это выхолощивание самого понятия веры. Вера вообще, она определяет весь смысл жизни человека. Вера дает внутренний стержень. Не просто это набор каких-то правил, что хорошо, что плохо. Это твоя жизнь. Потому что всегда задаешься вопросом, а почему я должен делать то-то, то-то, почему я должен простить, почему я должен понять, почему я должен отдать свою жизнь за кого-то. Поэтому борется ли добро со злом? Нет, добро позволяет существовать злу. Почему-то? Почему-то. Вообще зла не существует как объекта. Зло – это решение человека. Зло – это воля человека. Потому что когда человек прекращает творить волю Божию, исполнять заповеди, в это место приходит, конечно, зло, приходят, конечно же, приходят те вещи, о которых мы часто говорим с содроганием. Когда один небережливо относится к другому. Когда нет вообще понятия помочь. Что происходит? Происходит то, что, к сожалению, и в Священном Писании говорится, из-за преимножения беззакония в людях будет иссякать любовь. Вот это естественный процесс, когда человек… Вот я говорю, что мы смотрим с вами телевидение, и телевидение часто приносит нам пользу, добро. А есть вещи, которые развращают человека, которые показывают низменные страсти человеческие. И научают этому других. Вот здесь вот очень страшно. Потому что даже неокрепшие души, подрастающее поколение, видя, как взрослые люди предаются каким-то страстям, порокам. И это все рекламируется через телевидение, через фильмы, через передачи. Конечно, о каком здоровом обществе мы можем говорить. Дай Бог, чтобы люди… А это воспринимают уже это как норму. Вот это самое страшное. Размывается вот эта грань между добром и злом, между нормой и совершенно нехорошими сторонами человеческой души. Не приведет ли это к погибели? Господь сказал, я буду с вами до скончания века. Мы верим, что все-таки Бог, Он никогда не оставит людей, даже по каким путям бы они не ходили. Кривым путям. Следующий вопрос. Анатолий Звухов обращается. Что такого могло произойти с выпускником церковно-переходской школы при Еженском монастыре в Сирпухове, что он захотел взорвать школу прямо во время утренней молитвы? Серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Как на него ответить? Я думаю, что придет время, мы узнаем обстоятельства всей вот этой трагедии. Вообще, такие случаи, они не редки. Но почему в воскресной школе, наверное, предъявляются, может быть, совершенно иные понятия, иные требования к таким местам. Но вы должны понимать, что и в воскресной школе, и в Храме Божьем, и в семинариях, в академиях учатся люди. То есть там не находятся совершенно, так сказать, лишенные каких-то эмоций, даже отрицательных, воспитанники. Вот так же и здесь. Что послужило то, что человек так поступил? Кто его к этому подвиг? Потому что всегда есть причина, почему это делается. Я надеюсь, кратко отвечаю, надеюсь, что все-таки люди разберутся, и будет дано объяснение такому чудовищному поступку. Следующий вопрос нам прислал подросток Денис из Волхова, 12 лет. Скажите, пожалуйста, почему священники носят бороду? С чем это связано, и какую роль она выполняет? И может ли священник не носить бороду? Конечно же, это традиция. Вот если мы посмотрим на восточную и западную традицию, на Западе вообще в чисто гигиенических практиках, ради гигиены, остригали волосы и бороды. Это была западная традиция. И мы сегодня видим, что епископы, священники в Западной Церкви, в принципе, не отпускают ни бороды, ни усов, и ни волос. Можем даже видеть совершенно побритых людей. А что касается восточной традиции, то прежде всего восточная христианская традиция, она берет свое начало из монашества. Потому что люди, которые уходили в пустыне, люди, которые жили в отдаленных местах, уходили из городов, так сказать, первые монахи, они, конечно же, не стриглись и не брились. Вот отсюда и пошло. Это всего лишь традиция, которая у нас сохраняется. И мы в нашей русской христианской церкви, мы, конечно, видим священников с большими волосами и бороды отпускают. Но есть совершенно аккуратная прическа. Есть люди, у которых вообще ничего не растет. То есть это не обязательно. Это всего лишь традиция, да. Волосы, не одежда. Как апостол Павел говорит, пища не приближает, не одоляет меня от Бога. Так же и одежда не приближает, не одоляет. Конечно, одежда, она соответствует твоему сану, так же и твой вид должен соответствовать тому, о чем ты говоришь, что ты проповедуешь, что ты несешь людям. Это всего лишь традиция. И следующий вопрос от Дениса. Почему женщины в храме должны покрывать голову платком, а мужчины, наоборот, снимать голову? Это тоже традиция. И об этой традиции мы встречаем апостола Павла, который говорил так. Но прежде всего хочу отметить, что ходить с непокрытой головой тогда могли, это тоже была восточная традиция, могли незамужние девушки. Когда девушка становилась уже женой какого-то человека, она не имела права открывать волос и покрывала платком, покрывала, так сказать, каким-то, наверное, накидкой, покрывала свою голову. Чтобы вообще сама вот эта вот распущенная волоса, а еще в то время можно было их и стричь, женщины стриглись, то это был знак распущенности некой. А вот замужняя женщина, порядочная женщина, она не имела права открывать свои волосы и все это показывать на показ. Ну и плюс, есть указание апостола Павла, мы читаем, что он пишет о том, что женщина, заходя в храм, совершая молитву, должна покрывать свою голову. Это тоже традиция. Это тоже традиция, которая существует в нашем христианстве. И сегодня она тоже сохраняется. Многие люди, женщины, которые приходят в храм, они обязательно или с собой приносят платок, да, или в храме ищут место, где платочки эти находятся. Но еще раз хочу сказать, если нет возможности сделать вот это вот, да, это действие, если нет свободного платка, то если даже женщина зайдет без платка, в этом ничего страшного не будет, никто ее не осудит и не выгонит. Но еще раз хочу сказать, что есть определенный дресс-код, есть определенные правила, по которым мы живем. В одной одежде мы идем в театр, в другой одежде мы идем в спортзал, а, конечно, посещение храма, оно, посещение, также должно нас дисциплинировать. Здесь мы должны не мешать другим своей одеждой. Почему, допустим, особенно в летнее время мы просим не входить в шортах, да, девушкам одевать все-таки юбки там и прочее, чтобы не смущать других людей. Вот это самое главное. Церковь – это не место развлечения, а это место сосредоточения, это место молитвы, это место общения человека с Богом. Поэтому это тоже традиция, которая существует. А мужчины почему снимают головной убор? С чем это? Тоже написано, что мужчина не должен покрывать голову свою, как женщина, как женщина. Если вы видите священнослужителя, который надевает, вот как у меня, клубок, дело в том, что эти головные уборы, они обозначают определенную символику. Если вы посмотрите, когда будет служить митрополит или епископ, да, у него такая красивая шапка, которая называется Митра. Митра – это символ тернового венца Христа. Вообще все одежды, которые одеваются на священнослужителей, они обязательно что-то символизируют. Вот мой клубок, он символизирует шлем спасения. То есть я монах, приношу обеты на верность Богу, ограничиваю свою жизнь ради Него. И как воин одевает доспехи, так и монах одевает определенные одежды, в том числе и клубок, который находится на моей голове, который символизирует шлем спасения. Это очень интересно. Спасибо. Следующий вопрос нам прислал Руслан из города Владельное поле Ленинградской области. Здравствуйте, батюшка. По роду своей профессиональной деятельности я вынужден часто и надолго уезжать в другие города, в том числе и за рубеж. На чужбине меня начинает одолевать жуткая тоска по своей малой родине. Скажите, пожалуйста, как преодолеть в себе это чувство и как вы справляетесь с тоской по родным местам? Ну, безусловно, у нас у каждого есть корни. Мы где-то родились, где-то выросли, где-то отчий дом, у кого-то, может быть, родительские могилы. Мы, конечно же, всегда, когда остаемся сами собой, мы, конечно, где-то вспоминаем свое детство или свою какую-то юность. Мы тоскуем по тем местам, где мы когда-то ходили. Вы знаете, воспоминания, они тоже должны иметь определенные ограничения. То есть нельзя чрезмерно унывать, нельзя чрезмерно радоваться, нельзя, может быть, скажу, чрезмерно любить. Допустим, когда человек в кого-то влюбляется и говорит, я не смогу без него жить. А ведь жизнь так покажет, что человек без этого сможет жить. То есть всегда нужно иметь некий трезвый разум, хотя бывает очень тяжело избавиться от печали, от тоски. Но нужно находить определенные радости. Можно в интернете посмотреть эти места, можно полистать фотографии своих близких, родных и любимых. Помолиться, безусловно, помолиться Господу, попросить, чтобы Господь успокоил мое сердце. И с надеждой ждать, может быть, следующей встречи, когда я могу сесть на самолет, сесть в купе вагона и поезда, и поехать на свою родину. Поэтому нужно немножко себя держать в руках и понимать, что когда-то придет время, мы, опять же, сможем побывать в тех местах, которые очень любим. Ну и примерно в продолжении темы, Роза из Санкт-Петербурга пишет. Отец Филарет, мне сейчас 40 лет, и всю жизнь я страдаю таким чувством, как ностальгия по прошлому. В юности я вспоминала и хотела вернуть детство. В молодости жалела о юности, сейчас грущу о молодости. Понимаю, что если ничего не исправить, то всю жизнь я буду тосковать по прошлому. Расскажите, пожалуйста, как мне научиться жить настоящим и перестать грустить по прошлому? Ну, прежде всего, человек должен понять цену своей жизни. Мы не должны жить ни прошлым, ни будущим, а мы должны жить настоящим. Вспомните Священное Писание, о котором говорится. Господь говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Не думайте, что будет завтра. Завтра будет завтра. Завтра будут свои проблемы, будут свои радости. А мы должны себя, вот тоже говорю, должны, понимаете, не существует готового решения. Мы сами воспитываем себя. Мы сами трудимся над собой. Мы сами идем вот этим путем духовного восхождения. Потому что духовная работа над собой, да, духовная жизнь, как мы говорим, церковная жизнь, религиозная жизнь, она направлена на то, чтобы человек менял себя, менял свои отношения, менял свой взгляд и прочее. В этой ситуации, конечно же, надо, еще раз хочу сказать, стараться избегать вот этого чувства, жаления, что было и страха, что будет завтра. А жить сегодняшний день, благодарю Тебя, Господи, за сегодняшний день. Как можно больше сегодня сделать нужно добра. Как можно больше именно сегодня помочь тем, наверное, кто требует с нашей стороны поддержки и помощи. Вот. И, конечно, вот опять же говорю, любой вопрос всегда заканчиваешь тем, что человек должен, конечно, обращаться к Господу Богу и просить его помочь. Помоги мне, Господи, вот разреши мою проблему. По-другому нельзя, потому что мы не живем в вакууме. Мы всегда должны жить с устремлением к Нему, к Создателю. Просить у Него, обращаться к Нему, жить в поле зрения нашего Господа. Тем более Рождество Христово, чего нам? Жизнь пролетает. Конечно, жизнь очень быстро пролетает. И мы часто тоскуем о том, что-то не реализовали, что-то не успели. Поэтому надо сегодня успевать. Стараться прочитать ту книгу, которую ты не смог прочитать. Посетить того человека, может быть, с кем хотел давно поговорить. То есть, вот жить делами, делами своей веры. Остальное все приложится. Еще, как говорится, будет день, будет пища. Ну, это просто в народе так говорят. Следующий интересный вопрос. Алексей из Москвы пишет. Согласно российскому законодательству, каждый гражданин имеет право менять имя и фамилию в паспорте. Скажите, пожалуйста, а может ли священник поменять себе имя, которое дается ему при постриге? Или это один раз и на всю жизнь? Нет, при постриге имена меняются. Потому что у монаха сначала идет инок, монах, потом схимник. То есть, как бы три тоже таких ступени, ответственные в жизни человека, который принимает решение стать монахом. Когда человек приходит из мирской жизни и становится иноком, да, инок значит иной, другой, то в знак того, что он поменял свою жизнь, он становится другим человеком, ему меняется имя, дается имя. Когда он проходит следующий путь до монаха, то здесь тоже могут или оставить имя, которое у него есть, или заменить его на другое. И третий этап, когда схима. Здесь тоже возможно изменение имени. Но это все зависит от человека, от его жизненного пути и прочее. Поэтому уже если в монахе мне дали определенное имя, я его не меняю, а живу с ним до следующей ступени. Нет смысла его менять. Потому что когда меняется имя, это как бы символ, знак того, что становится другой человек. Это уже другая личность. Это уже другой путь, который проходит человек с новым именем. Если возникнет желание вдруг поменять, это возможно или нет? Ну, честно сказать, никогда об этом не задумался, потому что нет необходимости. Ладно, спасибо. Следующий вопрос от Алексея. Скажите, пожалуйста, может ли священнослужитель сниматься в кино? В зависимости от какой кино, в зависимости какая роль. Да, но всегда мы говорим, что в нашей церкви, в христианской церкви, присутствует такое понятие, как послушание. То есть мы все делаем с благословения наших епископов, наших священнослужителей, которые стоят выше нас. То есть мы всегда берем благословение на какое-то ответственное дело. Тем более вот это дело надо очень хорошо еще раз понимать. Дашь, кого ты будешь играть, в каком-то фильме будешь сниматься, что он будет нести людям. То есть очень нужно подумать, прежде чем соглашаться на вот это, на эту деятельность. То есть вообще это возможно? Да, возможно. Если у человека есть образование, и он, допустим, до того, как стать священником, практиковал актерскую деятельность, то, наверное, да. Но я говорю, что все это делается с рассуждением и с разрешением. У нас есть случаи в России, когда священнослужитель участвовал в проектах на Первом канале, в песенах в том числе. Ну, это тоже есть такое. Я говорю, что здесь индивидуальный подход к каждому человеку. Отец Федорец, спасибо огромное за ответы на вопросы. Было очень интересно. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. И по традиции я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям в преддверии Рождества, светлого праздника. Дорогие братья и сестры, безусловно, хочется пожелать каждому из нас милости Божьей. Пускай родившийся Богомладенец сохраняет всех нас на всех путях нашей жизни. Пускай свет божественный освещает, куда бы мы с вами ни шли и в какую сторону бы ни направлялись. Самое главное и важное, нам с вами надо понимать, что мы не одиноки в этой жизни, что Господь всегда рядом с нами, и Он помогает нам, когда мы к Нему обращаемся с молитвой, с просьбой. И Он слышит, и, конечно же, всегда нас будет поддерживать и помогать. Поэтому с праздником, со светлым Христовым Рождеством! Еще раз огромное спасибо за приглашение. Я вас тоже поздравляю с наступающим Рождеством. Желаю всех благ и многое лето. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у Камина». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Егумену Филарету, можете отправить их через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня-то все. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok